Смотрится, как делилось. Это лосиный рог, это оленьий рог. Здесь постарался уже смешать разные виды кости. Настоящая ювелирная работа. Сотню статуэток из кости создал Назаровский художник. Тут и русский богатырь, охотники, звери и природа. Всё это он сделал своими руками за 40 лет. Вдохновил мастера его друг. Однажды прогулка у местной речки обернулась необычными находками. Ездим по весне, когда распутство начинается, и по берегам, или прямо на берегу, или даже с речки, но бивень выходит. Или куски, или целыми даже. А даже случай был, что жена нашла просто ребро. Ребро мамы. На рабочем месте Владимира Алексеевича, как в кабинете у дантиста. И звуки похожи, и запахи довольно специфические. Самому тоже всё равно этот звук, запах, потом пыль, это всё, конечно, влияет, естественно, всё это. Но ничего, сколько уже на работу. Привык уже к этому. Резать по кости сложно. Материал крепкий. Справиться с ним помогает специальная бурмашина. Конечно, надо сначала набросочек сделать, выбрать какой-то кусок или кусочек, что это именно, что это будет олицетворять, что делать. Надо сначала делать с общего куска, а потом делать какие-то определенные детали. Здесь ещё лишнего уберёшь, всё уже, не вернёшь. Но есть, конечно, вариант подклейки, наклейки. Всё это можно делать, но уже другой вид будет. Самая долгая работа мастера растянулась на год. Эту небольшую скульптуру мужчина подарил своему сыну на юбилей. Здесь показаны символы его, и рождение, и зодиака, и любимый кот, как говорится. Из костей всё это портретно, он сам себя узнал. Старший сын был, говорит, о, это Ромка, Боротила. Владимир Алексеевич уже издал десятки книг для таких же мастеров, как и он. Обучает детишек своему любимому делу и ежегодно проводит выставки. Светлана Саенко, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости.